Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 31 декабря. Добрый вечер! Новый год. Девять семей в Южной Осетии получили ключи от собственного жилья. Президент Анатолий Бибилов подвел итоги уходящего года на традиционной ежегодной пресс-конференции. Глава государства ответил на самые каверзные вопросы представителей средств массовой информации. Оценка работы парламента, кадровые перестановки, повышение заработной платы, ипотека и многие другие волнующие население вопросы. В начале пресс-конференции Анатолий Бибилов, как всегда, призвал журналистов к максимально откровенному разговору, изъявив желание ответить даже на самые неудобные вопросы. 2020 год был сложным. Глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 до сих пор находится в центре внимания населения всей планеты. Никто не может до сих пор с уверенностью сказать, чем же в конце-то концов она была вызвана. Имеет ли место теория заговора или все же естественный отбор? Как бы то ни было, из-за этой болезни маленькая Южная Осетия простилась с 60 своими жителями. На сегодняшний день для лечения больных COVID-19 термом ЭЦА используют жидкий кислород, который больным поступает из специализированной цистерны. Однако уже в январе-начале февраля медицинский центр будет оснащен кислородной станцией. Кислородная станция нам подарили наши друзья. Друзья, значит он уже закуплен, он уже закуплен. Его доставка сюда будет, я думаю, что в конце января, начало февраля. До этого времени у нас никаких проблем с, дай бог, с кислородом не будет. Что самое главное, эта станция будет производить именно медицинский кислород. В Южной Осетии наконец-то появится долгожданное ипотечное кредитование. Количество тех, кто хочет получить бесплатное жилье от государства, возрастает с каждым днем. Но выдавать такие суммы всем желающим Банк Южной Осетии не в состоянии. Поэтому желающие будут получать жилье и далее платить за него банку. Законопроект разработан Министерством юстиции и уже направлен в парламент. Вот ипотека, законопроект готов. Как мы и обещали, что к концу года законопроект будет готов. Он готов. Как только парламент начнет работать, мы представим его в парламент наших депутатов. Если они сочтут нужным прийти на сессию, рассмотреть этот закон, то мы будем более чем счастливы. И счастливы те люди, которые бы хотели купить для себя дома. Законопроект, как и обещали, как было мое поручение, оно выполнено. Законопроект готов. Президент ответил на более чем 35 вопросов в ходе пресс-конференции. Ответы на многие другие, не менее интересующие вопросы смотрите в ближайших эфирах ГТР Каир. Марьяна Чочиева, Джонни Техов, Рауль Кочиев, Сармат Гузитаева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В адрес главы государства продолжают поступать поздравления с наступающим Новым годом. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Анатолия Бибилова с наступающим Новым годом и Рождеством Христова. Слова поздравления президенту адресовал также глава Республики Северная Осетия Аланья Вячеслав Битаров. Наилучшие пожелания в адрес Анатолия Бибилова поступили от президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и от других официальных лиц. Продолжение следует... Сотрудники ОМОН с помощью технических средств и служебно-розыскных собак проведут оперативно-технические осмотры. В данных мероприятиях будут участвовать усиленные наряды милиции, будут произведены инженерно-саперные разведки в местах проведения массовых мероприятий. Также будут с 8 часов вечера выставлены усиленные патрульные экипажи, которые будут патрулировать как районы города, так и всю территорию республики. В местах проведения массовых мероприятий пропуск граждан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с применением металлодетекторов. Что касается пресечения противоправных действий, также будут усилены у нас стационарные посты, ГИБДД в целях недопущения проезда и использования автотранспорта в корыстных целях. Также у нас предусмотрено мероприятие по охране объектов государственного значения, здания, жизнеобеспечения и учреждения. Они тоже у нас будут взяты под усиленный режим охраны. В этом году театральная площадь не будет перекрыта для передвижения автотранспортных средств. Что касается проведения мероприятий, значит, у нас связи с ограничительных мероприятий по поводу COVID-19. У нас в республике ограниченные мероприятия. На театральной площади у нас не будет проведены новогодние мероприятия, так что театральная площадь у нас не будет перекрыта. Новогоднюю ночь. Но у нас на театральной площади будут стоять усиленные патрули по охране общественного порядка. Также сотрудниками МВД проводятся рейды по предотвращению неправомерного применения огнестрельного оружия во время новогодних праздников. В случае объявления подобных фактов будет аннулирована лицензия на ношение оружия. Правоохранители также предупреждают предпринимателей об административной ответственности за продажи пиротехнических изделий. В пользу момента хочу предупрежить граждан города, что в отношении лиц, которые будут у нас производить незаконную среду, или же будут заниматься противоправными действиями, в отношении не будут приниматься очень строгие меры в рамках административного кодекса. Они все будут у нас привлекаться к административной ответственности. А если еще так больше, то и к уголовной ответственности за хулиганство, с применением огнестрельного оружия. Особое внимание в новогодние праздники будет уделяться вождению автотранспорта в нетрезвом состоянии. В Министерстве внутренних дел заверили, что будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы праздничные дни прошли без эксцессов и осложнений оперативной обстановки. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Александр Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Прекрасный подарок к Новому году. Ключи от квартир, отремонтированных по всем современным стандартам, получили очередники, многодетные семьи, инвалиды, семьи погибших. На очереди следующая часть списка, которая станет счастливым обладателем собственного жилья уже в 2021 году. Подробности далее. Подарок к Новому году. Девять семей в Южной Осетии стали счастливыми обладателями собственного жилья. Новые, отремонтированные по всем современным стандартам квартиры, получили остро нуждающиеся очередники. Нагодетные семьи, инвалиды, семьи погибших. Они были отобраны из общего числа очередников. После проверки жилищных условий и документации на наличие закрепленного за ними имущества, общественная комиссия, в состав которой вошли представители правоохранительных органов, депутаты парламента, общественность, представители СМИ приняла решение выделить им квартиры. Вообще-то должны были получить 28 семей, от которых были в публикации в интернете. Но так как не все обновили документы, принесли только эти 9 человек до Нового года, мы им выдали уже ключи и они заселились. Как только другие тоже принесут, им тоже будут выдали ключи. Всего в этом году долгожданное жилье в новостройках получили более 100 семей. Это результат масштабной работы, которую управила общественная комиссия, созданная по личному поручению президента республики. В этом году жилье получили около 100 семей, даже больше. Были переселены общежития СПТУ 131 и Героев 118. Они около 60 семей тоже были переселены на улицу Братев Губаевых. Параллельно проводилась работа и по оформлению квартир в новых микрорайонах города – Московский, Северный, Солнечный. Долгие годы жители не могли получить ордера. Однако в этом году наблюдается положительная тенденция в этом направлении. Все, кто принесет свои документы, мы им, естественно, оформляем, когда у них все в порядке. А так очень много их, но одним разом мы все не можем оформить. Вы знаете, какой район Московский большой, Северный тоже, Солнечный. Естественно, так быстро это не происходит. Многолетняя проблема жителей Южной Осетии решается. За последние несколько лет сотни семи стали обладателями собственного жилья. Многие были вынуждены ютиться по чужим углам. Некоторые жили в ветхих строениях. Были и семьи, которые никогда в жизни не имели своего жилья. Строительство жилья в республике продолжается. Есть уверенность, что в ближайшее время все нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи получат ключи от новых квартир. Зарина Кочева, Геннадий Мамитов, информационный выпуск сегодня. Печальная весть пришла из Турции. От сердечного приступа скончался официальный представитель Южной Осетии в Турции Ремзи Кануков. Он был большим патриотом Осетии и многое сделал для укрепления связей осетин Турции с их исторической родиной. На протяжении долгих лет он делал все возможное для того, чтобы осетины Турции знали свой родной язык и не забывали свои традиции. В столице открыта фотовыставка, посвященная 30-летию со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. В мероприятии принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Выставку открыл глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Южной Осетии Алан Плеев. Отмечено, что одним из первых государств, с которым Южная Осетия установила дипломатические отношения, была Приднестровско-Молдавская Республика. Наши государства объединяют дружеские отношения и общность ценностей. Фотовыставка была посвящена 30-летию со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. На красочных фотоработах ярко представлены великолепные пейзажи, достопримечательности. Все, чем богата республика. Посол Приднестровья в Южной Осетии Алан Плеев отметил, что Приднестровье в числе тех государств, которые первыми признали Южную Осетию, и установили дипломатические отношения. У нас с Приднестровьем не любили дипломатические отношения. Очень большую помощь нам показали представители Приднестровья в ликвидации последствий тяжелой войны в 2008 году, когда участвовали в восстановлении объектов в Южной Осетии, в частности Республики. Приднестровье сумело сохранить, а в последние годы нарастить промышленность, производство на передовых участках сейчас работает представительство. Долгие и дружественные отношения у нас отмечаются с Южной Осетией. Президент Анатолий Бибилов отметил, что дружественные отношения между нашими народами сложились давно, но основа этой дружбы, к сожалению, заложена в войной и в Южной Осетии, и в Приднестровской Молдавской Республике. Анатолий Бибилов пожелал народу Приднестровья процветания, мира и благополучия. Приднестровская Молдавская Республика защитилась. Приднестровская Молдавская Республика, она не потеряла свои экономические возможности. У них прекрасно развита сильная промышленность, прекрасно развита сельское хозяйство. И, конечно же, весь объем той работы, которую выполняет народ в Приднестровье, это можно вызывать только уважение. Уважение и гордость. Гордость за наших друзей, за наших братьев. И, наверное, самое главное, что... Одно из самых главных, в любом случае, это то, что нас объединяет одинаковое отношение и любовь к своей истории, к прошлой истории. То, что они проявили действительно мужество, то, что они проявили действительно героизм, когда отстаивали свою независимость, это тоже очевидно, как мы все были свидетели на этом. И я бы хотел в это время пожелать народу Приднестровья процветания. Я бы хотел пожелать народу Приднестровья мира и благополучия. Мы действительно являемся друзьями, мы действительно являемся братьями. И, конечно, мы это сохраним. Более того, конечно, мы будем приумножать. Слова поздравления в адрес официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Южной Осетии сказал и исполняющий обязанности министра иностранных дел Дмитрий Медоев. Отметил, что такого рода мероприятия являются значимыми. Они еще больше скрепляют наши народы. Между нашими министерствами иностранных дел существует прямая связь. Мы встречаемся на разных площадках, в том числе и международных. И это есть линия руководства нашей страны, которую министерство иностранных дел предполагает жизнь. Что касается истории отношений с Приднестровьем, да, действительно, 1994 годом мы вместе с спокойным основным Николаемом Николаевичем Гассием посетили впервые по приглашению Министерства иностранных дел в Тираспорт. Достоялись благотворные встречи, переговоры. И вот в результате этих переговоров последствия были заключены те договора и соглашения, на основе которых развиваются наши посторонние отношения. На фото-выставке представлено около 50 работ. В течение двух недель у всех желающих будет возможность любоваться красотами Приднестровья. В центре поселка Цау отдела молодежи Цауского района было организовано праздничное мероприятие «Открытие главной елки». Детвора искренне радовались долгожданному событию, хороводу вокруг новогодней красавицы, приходу Деда Мороза со снегурочкой и, конечно же, подаркам. Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. Его с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые, веря в волшебство, в то, что самые заветные мечты и желания непременно сбудутся. Каждый год во всех домах и улицах наряжают елки. Вокруг царит праздничная предновогодняя суета. В центре поселка Цау отдела молодежи было организовано праздничное мероприятие «Открытие главной елки». Ребята с огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на празднике Деда Мороза и Снегурочку. И были не только зрителями, но и участниками праздника. Участвовали в конкурсах, пели, водили хоровод вокруг елки, веселились. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли огни на главной новогодней красавице. Песни и танцы не стихали до самого вечера. Дед Мороз поздравил всех детей с наступающим Новым Годом и пожелал исполнения заветных желаний. Дети рассказывали стихи и выполняли разные задания Деда Мороза и Снегурочки, за что получали новогодние подарки. Организаторы мероприятия выразили слово благодарности главе района за помощь в проведении мероприятия и за новогодние подарки. Новогодние мероприятия прошли во всех школах района. Анжела Кукоева, Фатима Чучева, Леона Дедеева. Информационный выпуск сегодня. До Нового Года остаются считанные часы. Один из самых любимых праздников многих. Предновогодние моменты всегда насыщены приятными хлопотами. Это время, когда человек верит в чудо. А с приближением боя курантов ждет, что совсем скоро уйдут все горести и беды старого года, а новый принесет с собой доброту, удачу и благополучие. Подарки куплены, все спешат в магазин и сделать недостающие покупки. А в остальном чувствуется праздничная атмосфера. Все жители республики в приподнятом настроении, в ожидании добра и новогодних чудес. А вот как накрыть праздничный стол, чем побаловать свою семью и удивить гостей, интересовалась наша семочная группа. Грядущий год – год быка, а он животное травоядное. Не стоит этого забывать. В меню обязательно должно быть много зелени, много овощных блюд, закусок, соленья и грибы. Однако, несмотря на то, что бык травоядный, ограничиваться только вегетарианскими блюдами не придется. Рыба, птица, свинина на столе приветствуются. Бык любит вкусно покушать, поэтому сытные блюда ему придут по нраву. До самого главного праздника года стали считанные часы. И самый главный вопрос – что поставить на новогодний стол, чем побаловать семью и удивить гостей. Судя по опросу, на столах будет традиционное оливье, селедка под шубой, три пирога и, конечно же, шашлык. Как всегда положено, как всегда это три пирога, шашлык, салаты разные, оливье и все, московский салат, фрукты, овощи, в общем, все. Вот. Надолго вы начали готовиться к Новому году? Ну, где-то 3-4 дня. Я хочу поздравить всех жителей Осетии с наступающим Новым годом и пожелать всем всего самого наилучшего. В Осетии этот праздник отличается душевностью, самобытностью и гостеприимством. В Новый год в каждом доме принято печь традиционные пироги с сыром. Их обязательно должно быть три, они имеют сакральное значение. Однако нужно отметить, что за последние годы молодые хозяйки подзабыли эту традицию и все чаще заказывают пироги в магазинах готовой кухни. Ну, если мы тут уже, ну, разное тысячи, сколько же нам есть запас, запасы, запасы, берешься, нахуй, поставь. Ну, наверное, нахуй, поставь. Ну, уже, скажи, сначала, с декабря уже закастайся. Что касается мясных блюд, новогодние лакомства из мяса могут присутствовать на столе, но от говядины или телятины следует воздержаться. Однако, несмотря на это, прилавки на наших рынках ломятся под тяжестью мяса. Как свинины, птицы, так и говядины и телятины. Судя по опросу, никто не собирается отказываться от любимого лакомства – шашлыка. Каждый Новый год на нашем новогоднем столе бывают традиционные новогодние блюда. Это, естественно, оливье, разные салаты, разные сладкие блюда, три пирога, ну, шашлык. С наступающим Новым годом всех. Всего самого лучшего, счастья, здоровья и самое главное – исполнение всех желаний. Нельзя забывать и про десерт «Бык сладкоежка». Символ Нового года обрадуется различным пирожным, кексом, тортом и другим сладостям. Что касается уходящего года, астрологи рекомендуют на новогодний стол поставить сырную тарелку, чтобы отдать дань крысе. Агунда Губозова, Азамат Кудзе, в информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева от имени коллектива ГТРК ИР поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет всем нам здоровье, мир, взаимопонимание, счастье и благополучие. До новых встреч в эфире уже в 2021 году.